Глубоко уважаемый Владимир Николаевич 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 Уровень пролиферативной активности и уровень клеточных потерь у больных раком шейки матки. Этих больных было почти 500 человек. И, наверное, впервые нам удалось сопоставить уровень клеточных потерь, а это вычисляемый фактор, как вы все знаете, со скоростью роста опухоли. И вот те результаты, которые мы получили, они заставляют меня все последующие годы заниматься тем, чем я занимаюсь. Обращаю внимание, средний уровень клеточных потерь составлял 97%. И в опухолях, которые росли очень быстро, этот уровень составлял 96%. А уровень клеточных потерь в медленно растущих опухолях 99%. То есть, ничтожное изменение уровня клеточных потерь приводит к принципиальному изменению скорости роста и, следовательно, эффективности, продолжительности жизни больного и связанной с этим эффективности лечения. Кроме того, нужно принимать во внимание следующее обстоятельство. Все методы лечения онкологических больных занимают 1-5% от общей продолжительности жизни онкологического больного. А клеточная пролиферация и клеточные потери в опухоли происходят каждую секунду. И, таким образом, в конце 80-х годов мы сформулировали понятие баланс-терапия. Это неповреждающее лечение, направленное на поддержание баланса между пролиферацией и клеточными потерями с целью максимального продления жизни онкологического больного. Вот, поняв, что эти соотношения даже в тяжелых случаях недалеко уходят от равновесия, мы предположили, что для того, чтобы поддержать это равновесие, не требуется сверхусилие. И первым препаратом, который мы использовали в качестве элемента баланс-терапии, был курантил. Это хорошо известный препарат с целым набором прекрасных свойств. Нас привлекала его способность индуцировать выработку собственного интерферона. И мы этот самый курантил назначали больным раком шейки матки, которые закончили лучевую терапию, по 100 мг один раз в неделю на протяжении всей жизни. И в результате этого десятилетняя прямая выживаемость этих больных увеличилась при второй стадии на 10%, при третьей стадии на 14%. И в целом эффективность лечения больных раком шейки матки, которую мы достигли к середине 90-х годов, она существенно была выше, чем аналогичные показатели общей статистики, как для второй стадии, так и для третьей стадии. Результаты, которых мы добились в середине 90-х годов, остаются одними из наиболее высоких до сегодняшнего дня. Эти результаты были опубликованы, но не привлекли к себе большого внимания. Поэтому 12 лет тому назад, позвольте мне все хорошие слова о мелатонине здесь пропустить, потому что их было сказано достаточно и до меня. И все знают, что рак предстательной железы это очень распространенное заболевание. Известно, что мелатонин у больных раком предстательной железы, он снижает популяционный риск этого заболевания, и известно о его действии на агрессивность опухоли. И вот 12 лет тому назад мы поставили цель повысить эффективность комбинированного лечения больных раком предстательной железы путем использования в качестве элемента баланс-терапии мелатонина. И к этому времени в это исследование уже вошло почти тысячу больных раком предстательной железы, которые лечились в нашей клинике с 2000 до прошлого года. Критерии включения, как вы видите, были очень широкими. И на сегодняшний день исследовательская группа 396 человек, которые принимали мелатонин, ПРОС по схеме длительно. Когда 12 лет тому назад мы с моим другом и соавтором Владимиром Николаевичем Анисимом обсуждали дизайн предстоящего исследования, мы решили, что эти пациенты будут принимать небольшие дозы мелатонина. Я полностью согласен с Ольгой Алексеевной в том, что длительный прием больших доз мелатонина подавляет продукцию собственного гормона. И мы назначали этот препарат по полтаблетки, то есть это полтора миллиграмма, за 30 минут до сна. И в наших рекомендациях был прием препарата в течение всей жизни с перерывом с ноября по февраль, в соответствии с вашими рекомендациями, Владимир Николаевич, когда темное время суток обеспечивает более высокую выработку собственного мелатонина. В контрольной группе было 559 пациентов. Три группы мы проанализировали. Это локализованный рак предстательной железы, местно распространенный и метастатический рак предстательной железы, к которому мы относили не только появление отдаленных костных или парихематозных метастазов, но и метастазы в лимфатические узлы, что строго соответствует последней классификации этого заболевания. И мне остается только продемонстрировать результаты нашего исследования. В группе больных локализованным раком предстательной железы, в которой состояла опытная группа 137 человек, контрольная группа 163 человека, существенных различий в выживаемости этих больных мы не получили. При местно распространенном раке предстательной железы 66 и 167 человек. Эти различия появились и были, как видите, очень высоко достоверными. И, наконец, при генерализованном раке предстательной железы группы, соответственно, 93 и 330 человек, эти различия были того же самого уровня, очень высокими, то есть P меньше одной десятитысячной. Таким образом, мы позволяем утверждать, что методы баланс-терапии, включая мелатонин, позволяют улучшать выживаемость онкологических больных. И эффективность этих методов, особенно заметно при распространенных и генерализованных формах заболевания. Спасибо за внимание. Продолжение следует...